Всем доброго времени суток! Меня зовут Вангард, и я тут почитал комментарии, тут говорят, О боже, Вангард, тебя так плохо слышно, о господи! Можно подумать этим людям, так хочется слышать мой голос. Как будто не было, я выкрутил микрофон на максимум, и вроде бы это решило проблему, судить вам. Это была рубрика «Не слишком нужные технические подробности» за 200. Играем мы в Элис Мэйр, если кто забыл. И сейчас мы пойдем по остальным миерам, вычищать из них всю грязь и все такое, как настоящий Сан-Инспектор. Это была рубрика «Любимая шутка Авангарда» про Сан-Инспектора, которая качует из прохождения в прохождение. Боже мой, как же надоело, сколько можно повторять Авангард за 392. 392, не выходит число? Так, я уже не помню, кто это, но, по-моему, это Челси? Не помню, я сейчас говорю, что именно детей. Ладно, я помню, именно детей. Ладно, не важно, что я помню или нет, давайте просто приступим к прохождению. Алиса? Можно пригласить ее поиграть. Отлично. А, ну, хорошо, интересный диалог. Может, Крюшкаф? Так, я чисто хочу вспомнить, что не за животное является ее символом. Да-да, Тичер, Учитель. Ага, кошка. Предыдущий мир, который принадлежал Летии и ее второй личности, как бы его ни звали, Собственно, это была аллюзия на сказку про Гензеля и Гретель. Я... Наша история, наверное, как-то связана с Алисой, я не знаю. Судя по всему. Так, очередное произведение, название которого я не помню, хотя и знаю. А может, и не знаю. Так, матушка-гусыня. Еще сделаны маленькие мальчишки. Ой, я помню, такое стихотворение есть. Типа... Тут написано и с лягушек, и слизи. Что? Вообще, это они сделаны. Маленькие девочки сделаны из сахара и спайса. То есть, не спайса, я не помню, как переводится. Я помню, там было, что маленькие мальчики сделаны с крапивой и все такое. Но есть такое стихотворение, мы его только что прочитали. Не буду искать литературу вперед, потому что мне немножко лениво, но как всегда. Может, найду там к концу прохождения, когда у меня появятся силы. Тут у нас много писем. Начнем с первого. Спасибо за письмо. Ты в порядке, дочка? Тебе не стоит так себя изнурять. Черт. А теперь, когда меня так хорошо слышат, то вы будете понимать, что я ни черта, ни смысла в переводе и говорю какую-то фигню. Если тебе что-то нужно, пожалуйста, позови колонить из взрослых на помощь. Я так много тебе должна, моя дорогая. Если ты не возражаешь, я была бы рада снова встретиться с тобой. Все еще много, по-моему, тут много места. Эта ста загадает тебе эту загадку. Сделать это сложнее, чем последнее, как-то так. Подумай, сможешь решить? Для начала их только два. Но во время их четыре, а потом восемь. И что, размножаются? Сколько их будет в конце? Ну, логично предположить, что их, кто бы они ни были, будет шестнадцать. Это слишком просто. А, твой ответ на последнюю загадку был правильным. И я впечатлена. Да, это шесть. Ммм, ничего шесть. Потому что the end, это шесть букв. Хитро. Я не соглашусь где-то сама. Возможно, у меня слишком такая голова нелогичная. Я слышал много плохих новостей. Будь осторожен, когда пойдешь гулять, хорошо? Становится холоднее со сменой времен года. Не простудись. И вот другая загадка. Когда она стоит, она ставится ниже. А когда с ней становится выше. Кто это может быть? Ну, не знаю, по-моему, это карлик, который садится на высокий стул. Надеюсь, карлики в ней не смотрят. И если смотрят, то не обидятся. Ну, просто это логично. Я хочу снова перечитать первую загадку, чтобы вникнуть ее содержание. А, я понял. Эта загадка сложнее, чем предыдущая. Что-то я туплю. Так, first of all, it's only two... Time. Аааааааааааааа. Понял. Тайм типа 4. Ладно, я ничего не понял. Я понял, почему 6. Не понял все остальное. Так, ладно. Я угадал про карлика? Возможно, это было слишком сложное. Ответ это потолок Что? Это же карлик, черт побери Ну, я уверен Это карлик, я бы так и ответил Все Короче, я смогу проехать В ближайшие 3 дня Прошло много времени, сих пор мы встретились Прошу 6 минут, сих пор, как я начал это видео И до сих пор никуда не продвинулся В последний раз Я навещал тебя, когда ты была маленькой Возможно, ты не помнишь Так что в следующий раз Давай поговорим При личной встрече Я тогда много тебе загадок загадаю Жду этого с нетерпением Мне сейчас захотелось с сублюстром Перепройти, я его и так перепроходил Так что я пройти еще раз на видео Хотя это с сублюстром уже проходили Все, кому не лень Ну, не знаю, просто захотелось снова у него Поиграть после прочтения этих писем Я знаю, это нелогично Ладно, не важно Челси Халин, ты напугал меня Ты знаешь, все мои Во сне? Ну, хорошо Спасибо Прости, я не очень хорошо Когда хоть Я очень хороша, когда хоть Делать разговоры Но так все нормально Правда Страшно быть одной Но я немножко успокоилась Ты пойдешь со мной? Хорошо Хочешь этого? Это просто пустос Лиз бумаги Ну ладно, держи Ага Моя мать Была очень слова физически Поэтому у нее приходила делать Все уборку Там Мыть все Ну и другие вещи Мой отец Бывал дома редко Иногда он приносил мне Волка или олега Я хотел путешествовать в школу, но я любила мать Поэтому я всегда оставалась дома Вместе с ней Мать Всегда лежала в постели Повторяя Жаль Мне жаль И у кого всегда звучало так Утомная его сейчас возьмет И испарится Хорошо Медицина Хороший запах Орнамент Все как полагается Началось и с нами Это не может не радовать Да, ну тут нет ничего Кроме плюшевых мишек Закрыто Она не откроется Это странно Что же нам следует сделать? Сделать Сделать Опа Ты кто? Добрый день Я довольно голоден О Если тебе нужно Нужно лекарство Есть кое-какое в другой комнате Но Так Ну Такую 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 В общем Такое лекарство Сначала нужно смешать Сначала Сначала Это первый Сделать Потом Второй Сделать Потом Третий Сделать Останавливается Сделать неправильно, это нужно держаться подальше. Хочешь попробовать? Ой, прошу прощения, этот курсор мышки лезет куда не просит. Так, ну вообще, судя по всему, все эти интересные слова относятся именно к ее загадкам. Так, goes, else, stops. Идет, что-то там еще останавливает. А, да чёрт с ним, живем один раз. Зеленый, желтый, красный. Идет, что-то там останавливает. Зеленый, желтый. А, я понял, это, короче, светофор. И интересная загадка. Я потратил целых полминуты. Но сам себе не похватишь, никто не похвалит. Ну и желтый, вероятно. Ну и, собственно, красный. Оно не взорвалось. Тогда все должно быть в порядке. Извините. Так, лекарство должно сработать, я думаю. Угу. Вниз. Налево. Вверх. Я сказал, вверх. А, мы принесли лекарства? Спасибо, дети. Гораздо лучше. Мне хорошо. Я сейчас воспарю. Эйфория. Ну и хорошо. Мне это не нужно, так что возьмите. Угу. Ммм. Ой, блин, я пропустил. Ааа. Короче, когда у моей матери кончились лекарства, я пошел в дом бабушки. Однажды, мама сказала мне пойти туда, как всегда. Она хотела, чтобы передавающий подарок. Ааа, это из соли красной шапочки. Понятно. Так, короче, ему было полно откло на корзину, вероятно. полно хлеба и вина. Но не ешь, но все у нас пути туда. И как-то я всегда говорила, не сходи с тропинки. Потому что страшный волк. Я сказал, что я сделал, что я сказал и покидывал дом. А пока я шла через лес, и нашла прекрасную, ну скажем, поляну с Виталией. Цветник. И хорошо это, скорее всего, не кончилось. И так, господа. Где мой курсор? Так, с курсором все порядок. Сейчас, все, идем дальше. Идем, идем, ничего не боимся. О, дверь открыта. Тут, что они неожиданная история, то есть, смысл-то понять. Понять смысл. А что это такое? Я упала. А, я понял, что это такое. Это эти штуки, которые надо собирать. Там, как бы, к ней подступиться. А, ну да. Я надеюсь, у вас не звучит, что я ставлю на паузы, игру каждые пару минут. Но это происходит чисто случайно. Можно сказать, инстинкт срабатывает. Так, вот это удивительно, локация. На самом деле, такие локации довольно-таки простые, можно сказать, пустынные, но все равно довольно неплохие. Так, хорошо. Мы снаружи. Ну что теперь? О, да, правильно. Перед тем, как ты пришел, Алин, я видел учителя. Он сказал, никуда не ходить. Но, наверное, нарушил обещание. Может, нас стоит поискать его? Ну хорошо, давай пойдем в дом в домик бабушки. Подожди. Можем мы сорвать пару цветов? Это можно. Спасибо. И любишь цветы. Честно говоря, мне говорили никуда не срывать их. Но это же просто сон. Правда? Так что, давай поедем в домик бабушки. К домику, точнее. Нужно просто идти прямо. Так. Знаешь, что говорят эти пророки, оракулы, гадалки? Ты срываешь лепестки один за другим, чтобы узнать свою судьбу. Хочешь попробовать? Ну хорошо. Ну давайте правый. А, счастлив, несчастлив, счастлив, несчастлив, несчастлив. Это последний. Это хорошо. Мама говорила мне не верить, если у меня я получил плохой результат. Я надеюсь, бог позвонить обучаствуем, маленький. Не повезло, но это какие вещи. Так, это дамочка сентри... А, да. Так, ну я, короче, увеличил свои навыки с предыдущего игры. Сейчас я вам покажу мастер-класс игры в Тетрис. Мастер-класс. Да. Так, какой кнопкой поворачивать? Нет! Какой кнопкой поворачивать фигуру? Ну все, все, мастер-класс, мастер-класс. Let's play, let's play. Ну, отлично. А тут фигуру зовут Джон. Так, Джон пошел. Отлично. Брат Джона, Джек, давай, Джек. Отлично, пошел, Джек. Так, ты, а ты, Люциус Василий? Санинспектор Артхейт? Не знаю. Так, и ты туда же. Снова Джон, 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 ты все упортишь, Джон, ты все упортишь, Джон. Так, ну ты там, Люциус, сюда. Так, вот и сюда. Ты дорогой, сюда. Вот сюда. Увлекательное занятие, конечно. И вот сюда. Ну, почувствовали, да, уже скил, да? Почувствовали? Чувствуется, да? Автор точно понимает, да? Такое, хоп-хоп. Сюда поставил. Гений Петрис, это мастер дедукции. Не важно, почему здесь дедукция. Ладно, это, конечно, увлекательное занятие, но мы все-таки здесь для другого. Кто там говорит, что кто-то не имеет играть в Тетрис, кто-то не имеет играть в Тетрис. А, и даже до второго уровня дошел. Ну, я не знаю. По-моему, эта игра не проиграю в Тетрис. Ну что же, в Тетрис мы поиграли. Хм, а, нет моста? Что теперь? Он не сможет попасть бабушке? У меня голова окружена. Ах, господи. Привет, Алиса и Алиса. Алиса. Не не надо так на меня пялиться. Это смертельно, знаете ли. Я просто шучу, не бойтесь. Так вы хотите пересечь реку? Я вас приведу. Нет, я даже не шучу. Но, конечно, не бесплатно. О, господи. Просто небольшая игра. Она вам понравится. Как вы можете увидеть, у меня здесь волк, осел, вообще-то это овца, но не важно. Я не считаю, что это осел. И капуста, совы, качан. Это старая загадка. У вас есть лодка? Используйте воображение. Но нужно перевести их на другой берег. Ну и, конечно, есть пара обстоятельств. Можно вести только одну вещь. Второе. если оставите овцу наедине, то есть осва, овцу наедине с капустой, она съест ее. А если оставите волка с овцой, то и волк набьет себе живот. Такие правила. И какое из-за минимального количества попыток можно их перевести? Поговорите с мной, когда получите ответ. Можете ответить правильно. И тогда я перевезу. Но по правилам мирафолисы у вас только три попытки. Ошибетесь в третий раз, и это конец, друг мой. Хорошо. Работайте. Старая загадка, поэтому сейчас я ее думаю быстро решу. Теплый волк, пушистенький, говорит Челси. И это тоже пушистенькая, мягонькая, голодная капуста. У меня гениальный план, едим капусту. Я овечка не достается вообще никаким образом. Так, ну ладно, дайте мне пару минут, и я скажу, как и что. Ну короче, глядите, я вам расскажу, если вам интересно. Короче, берем овцу, везем, потом едем назад пустые, хватаем там волком, там перевозим его, хватаем овцу, везем назад, там капусточку сразу хватаем, везем назад пустые, снова забираем овцу, и оп, все на другом берегу. 7 переплевов, переплевов, ё-моё, что я несу. переплаваний, короче, 7 пересечений реки. Я прав. Ну хорошо, идите, обещания есть обещания, закройте глаза. Милое место, похоже на другой берег. в вашей руке записка. Не уходи с тропинки, предупредила сама себя. Но я была уверена, что бабушка будет рада, если я принесу ей немножко цветов. Поэтому я сорвала цветочек, может было. Тут потом появился человек, и он спросил меня, знай, или какого-нибудь доктора. Он должно быть имел в виду бабушку. Я сказал ему, что я иду туда, поэтому он может пойти со мной. Мужчина улыбнулся и помог не собрать цветы. Наверное, мне пришли драться. Доряя боку, видимо, не я. Мне страшно. Дотратительно даже как-то. Ну, я, конечно, еще ничего не знаю, сам это придумал. Но, по-моему, версия довольно очевидная. Потом мы взялись за руки и пошли к главнику бабушке. Я бы еще не держу волоса за руку долго, поэтому это было такое целого рода «Куда ты смотришь? Что не так? Мы прямо здесь, в дом бабушки. Давай пойдем. Мне интересно, вряд ли мать навсегда была больна. Но бабушка сказала, что ей станет лучше. Однажды она не проснется и никогда со мной больше ниться говорит. Когда я думаю об этом, я много плачу. Отец весь красный? Это пугает. Аллен, если что, то что ты хочешь защитить? Слушайте, почему не все-таки однообразный ответ? Я что, других слов не знаю? Я не уверен. Я всегда не уверен. Ты потеряешь свои воспоминания, да, Аллен? Я не имел в виду... Прости. Давай пойдем. Солнится холодно. Тут довольно страшно. Неприятные у меня ощущения насчет этого мужчины, который появился. не возьмись откуда. Кстати, вот я тут мне напомнил про одну очень хорошую игру. Очень сюрреалистичную, правда, The Pass. Наши отважные вокализаторы перевели ее как... Намек понял. Как тропа страшная сказка. Я довольно давно хочу пройти на для канала, не знаю на самом деле. Не уверен счет его решение если вы знаете эту игру то можете сказать что вы думаете и так что ты хочешь я закрыта да это странно похоже то дома даже нет замка хорошо есть путь короче я на такой его крыльщательство или кто это короче цветочек хочет их мерзавец он даже без него жить не может но ему нужен цветочек а какой мой такой маленький крошечный гостер сейс я скажу только раз этого слушайте когда она красная на страстная когда она белая на дает чистый что 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 и сейчас принимается кто-то другого отличие другого цветка она никогда не вредит людям это не сделать эту ошибку так что идите пресесть мне не тот и я его съем мы срывали пару цветов эффекта доля много их рассортирую для тебя ниже сгадки про цветы особенно на английском потому что я не знаю нет никаких цветов я знаю как роза по-английски и одуванчик все какой тулип маргарет роз панси карнатье он карнатье он это значит гуглю переводы цветов и что мне выдают да цветы авангар те же цветы нужны да господи боже мой ну ладно цветами разобрались я правда так толком не план что такое панси то ли фиалка то ли понятины глазки карнатье он это я же забыл это гвоздика тулип до тилипан я пришла загадка была но не знаю мне в счету очень привлекая карнатье он карнатье он карнатье все изделиться речь король королевич сапожник порно кем ты будешь такой выбираем скорее задерживаю добрых и честных людей но не панси хорошо хорошо выбрать просто господь угадывай а насел его очень вкусно лучше из лучших да да кое-что что край дверь и она есть у меня этот опор ты подержи его он для меня слишком тяжелый логично так продолжаем слишком тяжелый довольно мощная штука но должна сработать на то есть путь насилия он сам так вы подождите-ка секунду вот это че возьмите только для вас его величество в этом не нуждается мы достигли дома бабушки и бабушка вышла чтобы приезжать нас мужчин тоже слегка поклонился что ли лекарствам с ним обычном месте я пошел чтобы забрать лекарств для мамы и садник комнаты потом я слышал громкий звук в том потом я видел видел как волк съел бабушку он забрал много лекарств и сумки там здесь у меня и пошел прямо на меня интересно интересно чистый запас вот пожалуйста али ты довольно неплох я знаю спасибо щелси это бы такая бабушка у нас край байби край край байби край put your finger in your eye and tell your mother it wasn't i господи вы где-то же поют наверное а что такое со мной сегодня еще отличая песня край байби край put your finger in the eye отвратительно не повторять этого дома кстати бабушка никого ответа но почему это не бабушка в этом маленькое милое черное привидение топа что я вижу осколок чего-то что нам здесь нужно все лекарства перемешаны и плохо пахнет будете срочно с этой бутылкой не поранился хорошо это хорошо старый стул ключ ключ от мира но похоже мы не нашли учителя все тут такое странное и плохо пахнет эй как ты просыпаешься из этого сна что это из другой комнаты идет я я не хочу не хочу уходить этого места хорошо но не уходи не оставляй меня пожалуйста да и мысли такой не получилось и кажется я знаю что мы там увидим такой бросовый черный волк здрасте молодой человек нет ты не бабушка проснись проснись да это просто сон я не хочу видеть это не снова не хочу делать это снова я имею ввиду прости меня прости меня но не знаю когда у меня в руке топор я вижу волка я как бы складываю 2 плюс 2 и проиграю волков милота отец красный красный цвет ненавижу его остановись я скрыл мои глаза так что я не видела держи меня за руку что же произошло на самом деле я не могу видеть людям глаза я боюсь держать их за руку это заставлять меня вспомнить это если бы я только не рвала эти цветы и не встретила его и не держала его за руку много крови пролилось и это очень плохо пахло в учителя я все еще напугана но я в порядке учитель я не могу эти глаза они пили помоги мне у меня не совсем очевидно что именно произошло это был ее отец или нет что но ваши комментарии так сказать приветствуются добро пожаловать назад я говорю это с улыбкой но судя по твоему лицу ты чувствуешь себя не очень комфортно по крайней мере похоже ты достал мне этот ключ хорошая работа и я кстати собрал свечи с этого мира я саром вместе с эти страницы держи теперь я открою дверь в следующий мир я рассчитываю на тебя так а где можно почитать эти записки вот вещь у меня есть а как же их прочесть я не могу понять я могу выйти кстати да что будет если пройти назад может мы сможем вернуться нет как же не прочесть эти книги нет так это не врача этот это Они говорят, говорят то, что ты хочешь, а когда ты веришь в что-то плохое, ты получаешь нож в спину, в горло, неважно. Да, похоже, именно это я и должен был сказать. А, что это? Должно быть молчать, это самый лучший выбор. Я не умрёт одиночество, если я перестану говорить что-либо. Можно себя просто лаять или мяукать, как собака или кошка. Знаю, лишь загрязняет сердца. Что? Короче, ты опять же встала? И давайте сделай то, что ты не хочешь. Вот так, мои попытки только ведут к усталости и переутомлению. Хорошо, может, но это есть причина? Я не уверен. О, правда? Хорошо, вижу тебя в следующий раз. Ты пытаешься помочь людям в этих мирах? Я знаю, что сказал тебе кролик. Но тебе бесечен плохой конец. Если ты поедешь их в мир. То есть, ты ещё будешь в птаците? Похоже, парень, ты просто их любишь. Любишь его. Если кто-то на тебя там говорил. Ну хорошо. Время пришло, поговорим позже. Я не совсем понимаю смысл монологов. Я вообще мало что понимаю. Собственно, на этом, думаю, закончим это видео. Посмотрели мир Челси. Пишите комментарии. Там, не знаю, что-нибудь делайте. Какие-нибудь интересные комментарии. Интересно читать. Интересные комментарии. Интересно читать. Как это ни странно. Соглава карт шуток про шутки за 200 не будет. Потому что я её уже сказал. До новых встреч. До новых встреч.